Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Год назад звезда Паминых дочек снялась в клипе Родиона Газманова на танцевальную композицию «Удаленка», после чего пари стали приписывать роман. Несмотря на то, что Лиза состояла в отношениях с прославленным фигуристом Ильей Авербухом, Родион опроверг эти сплетни. Каких только сплетен не возникало по поводу отношений Родиона и Лизы. Находились те, кто считал, что артистка должна была выйти замуж за Родиона, но неожиданно сделала свой выбор в пользу Ильи Авербуха. Газманов, в свою очередь, со смехом относится к подобным высказываниям о себе. Ведь его с Арзамасовой всегда связывали лишь дружба и работа. «Бесконечно люблю Лизу. Она такой человек, который вызывает влюбленность у всех, кто с ней каким-то образом соприкасается. Мы с ней очень хорошие друзья, у нас прекрасные отношения, мы многим делимся и поддерживаем друг друга в любые моменты», заверил 40-летний сын Олега Газманова на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». Родиону часто приписывают романы, но слухи, увы, так и не получают подтверждения. Сам Газманов был бы счастлив вступить в брак, но пока не встретил надежную спутницу жизни. Наследник певца считает, что в свое время развод родителей негативно повлиял на него, и теперь он чересчур с большой ответственностью относится к созданию семьи. Папа встретил другую женщину, нынешнюю супругу Марину, и по этой причине принял решение уйти из семьи. «Я очень хотел, чтобы родители были вместе. Мне казалось, что после разрыва ничего не будет. Мама очень тяжело переживала, я это видел. Во многом ее понимаю. Она отдала лучшие годы отцу и вправе было рассчитывать на подобную отдачу с его стороны. Но это жизнь», — откровенничал Газманов-младший. К слову, Родион всегда прекрасно знал, что в творческом плане его всегда будут сравнивать с отцом. Несмотря на это, артист не захотел брать творческий псевдоним. Напомним, что в далеком 1987 году песня «Люси» была одним из самых громких хитов в СССР. Разумеется, на юного Родиона Газманова, исполнявшего композицию, обрушилась всенародная любовь. Мальчик постоянно гастролировал вместе с папой и еще тогда влюбился в музыку. Когда же Родион вырос, ему пришлось идти по совершенно иному пути. На семейном совете было принято решение, что мне нужно получить экономическое образование. Родители почему-то думали, что если у меня будет экономическое образование, значит и с деньгами проблем не возникнет. После вуза я долго работал в различных компаниях, занимался бизнесом. Действительно, неплохо зарабатывал, но в какой-то момент понял, что иду не по той дороге. Мне не хотелось, чтобы каждый мой день был похож на предыдущий. Именно поэтому решил сосредоточиться на музыке. Папа, конечно, сказал, что я идиот. Признался Родион в интервью для ютуб-канала «Между нами». Олег Газманов еще долго скептически относился к творчеству сына, но постепенно осознал, что сын не лишен таланта. Родион писал сильные композиции с глубокими текстами, которые нравились слушателям. При этом артиста то и дело сравнивали с отцом. Со временем Родион привык к этим сравнениям, поэтому сейчас его это не обижает. Менять фамилию я не собираюсь, хотя есть люди, которые пишут, что я всего добился только благодаря отцу, что наблюдать за мной скучно. Поделился музыкантом.